Чистый и благоустроенный город – это залог хорошего настроения, но чистота на улицах зависит не только от горожан. Частные предприятия порой пренебрегают тем, чтобы поддерживать порядок на своей территории. Благо, есть служба Госадомтехнадзора, которая периодически проверяет таких недобросовестных предпринимателей. В минувшую среду состоялся совместный рейд с Объединенной административной технической инспекцией города Москвы по вопросу наведения порядка на приграничных территориях с Московской областью. Жители Ленинского района стали внимательнее относиться к чистоте и стараются выбрасывать мусор в положенных местах. Работники коммунальных служб добросовестно делают свою работу, что позволяет поддерживать порядок во дворах. Но в городах и поселениях немало частных предприятий, хозяева которых должны сами следить за чистотой вокруг зданий. Да и водители грузового транспорта, проезжающего по МКАД, выбрасывают отходы на обочину. Поэтому сотрудниками Госадомтехнадзора было принято решение очередной рейд провести именно на прилегающих территориях Ленинского района к Москве. Совместно с управой Южного округа Москвы они выявили нарушителей и выписали штрафы. Сейчас мы работаем с Южным округом, отработали с Юго-Западным округом. Назначено было штрафов нами на сумму около 500 тысяч рублей. И это все проходит совместно и достигается определенных целей, потому что добиваемся результатов. И вроде идет работа, выявляются нарушители. Но появляются и спорные вопросы, когда Москва начинает утверждать, что нарушения выявлены не на их территории, а на территории района. Так и произошло на этот раз. Стоящие вдоль кольцевой автодороги сухостойные деревья оказалось, что находятся более чем в 15 метрах от дороги в область. Если это и есть 15 метров от газа, то тогда нужно уже приблизительно хотя бы посмотреть, что это такое. Если это 15 метров, то кому они принадлежат? В одну сторону или в другую? Ну теперь я буду принимать, естественно, меры, потому что все всегда думали, что это Москва. Незаконные рекламные объявления, палатки по продаже сомнительных товаров и мусор. За всем этим следят сотрудники Госадомтехнадзора и пресекают нарушителей. А за нами, обычными горожанами, стоит задача самим поддерживать чистоту вокруг нас.